Добрый день, уважаемые зрители! Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала! Кто не знает, вы находитесь на канале Баженита. Это Омская область. С вами я, его ведущий Влад. Буквально неделю назад прозвучал вопрос от одного из зрителей с Украины. А можно ли поставить МТЗовский двигатель на трактор ЛТЗ-60? Я так понял, что Т-40 есть тракторы очень популярные, есть их очень много у нас по бывшему Советскому Союзу. И человек хотел бы на Т-40 поставить МТЗовский двигатель. Я скажу так, что, конечно, это сделать можно, но есть у нас полно умельцев, все это приспособит, но ЛТЗ-60 это не Т-40, это совсем другая модель. Там очень много отличий, я сейчас попытаюсь показать. На улице использовалась погода, у нас ветрено. Вот у меня стоит ЛТЗ-60 и сразу покажу отличия. Во-первых, здесь другой передний мост. Нет пружин. Но это ерунда. Сейчас тоже есть такие мосты, без пружин и без пружин. Но к этому переднему мосту другое крепление. Вот отливка, крепление поперечного наклона или качения, как вам надо назвать. Вот, вот эта вот деталь, она отличается. К счастью, я там покажу на другом тракторе. И здесь, значит, стоит цилиндр, который работает, он и на левую, и на правую сторону. Поворачивает колеса. Так, стоит в кабине насос-дозатор. Вот он, насос. Это одно отличие. Вот видно, да? Так, потом, самое главное отличие. Здесь другие лонжероны. Во-первых, вот здесь двигатель, сейчас сразу покажу. Сейчас его приближу. Здесь стоит двигатель дизель D248. Вот его видно здесь. 57,5 лошадиных сил. Обыкновенный МТЗовский двигатель, только ТНВД. Стоит другое. Так, что дальше смотрим? Коробка, крышка отличается. То есть, рычаги управления, включение скорости, немножко по-другому расположены. И переходная плита, вот он, вот этот колокол, он другой. На Т-40 он совсем другой. Потом, значит, вот они лонжероны. Сейчас померяем мы его. Я на Т-40 уже померил. Лонжерон-то здесь короче. Если на Т-40 он 102, то здесь 100. Лонжероны нужно менять, покупать. А к этим лонжеронам крепеж сделан, подвешивается двигатель спереди. И вот одно из больших отличий, это вот эта вот плита, на что держится передний мост. Отсюда вот не видно у меня. Но здесь, получается, стоит радиатор. Крепеж под радиатор сделан. Потому что я вот эту плиту уже ломал. Стоял на тракторе Кун. А для этого трактора Кун это очень большая нагрузка. У меня обломало вот одно из их ушей. Тоже искал вот эту плиту. Менял, подвешивал все это. Вот здесь вот. Конечно, можно приспособить, но придется покупать вот эту плиту. И лонжерону тоже придется покупать. ТНВД другой. Сейчас покажу его марку. Управление, видите, другое насосом. Потом еще, в чем отличие двигателя. На Т-40 стоит кардан, который приводит в движение передний мост. И вот эта вот нижняя ванна, масляная, она отличается. Кстати, у меня было такое, что когда обломилась вот эта плита, значит, встала наперекос вся эта конструкция. И когда нам здесь, сразу-то не понял, в чем дело. Прошеркал вот эту вот ванну алюминиевого днища. И заклеивал. Тут еще много. Я, конечно, не специалист. Просто пользуюсь текстикой. И делюсь своим опытом. Еще. Тут стоял масляный радиатор. Перед этим, перед радиатором охлаждающей жидкости. У меня сразу через два года масляный радиатор пропал. Это я уже ставил радиатор от Т-40. И, значит, уголки мы сами упрямляли. Но работает нормально, хорошо. Масло охлаждается. Даже в жаркую погоду. У нас такой жары, конечно, нет. Как на югах. Но все равно масло охлаждается нормально. Вот я переделал. А вот это гидробак. Потому что здесь все, значит, работает на этом. На насосе. Так, насос показать, какой у меня стоит. Вот насос стоит. Распределитель вот в этом месте стоит. Так, вон насос-дозатор. Отсюда его видно хорошо. А здесь он заделан. Так, что его не подлезть к нему. Сейчас мы померяем длину лонжерона на Т-40. Где-то 102, где-то. 102, да? 102. И у меня, значит, вот эта вот передняя плита, а у меня другого образца. На ЛТЗ по-другому она. Да. Я одну ломал плиту. Вот я куном ее ломал. Ну, у вас подцилиндр тут отлита. Что у вас подцилиндр рушит? Здесь у меня отлита под радиатор. Крепеж под радиатор сделан. Как вот это коромысло называется, я даже не знаю. Но на ЛТЗ коромысло вот это вот другое. Потому что у меня вот в этом месте стоит цилиндр. И оно как бы подлиннее. И получается, что кардан у меня тоже длиннее. Но я сниму свой, посмотрю. Потому что вот тут вот стуки разбивает. И у меня тоже крестовина стоит. Ну, все это. На этом еще не разбито ничего. Как бы ходит еще. Вот здесь вот у тебя увеличился ход, да? Да, да, да. Ну, там втулка, она меняется вот тут в втулках. Да, да, да. Я тоже ее менял. А у меня, понимаешь, не втулка, а у меня, значит, он от тяжести вот на самом чугунной вот этой отливке уже в отверстие велись. Я подкладываю, ну, полушайбу такую. И все равно, значит, немножко поездю, и все равно она, получается, проседает. Да, это вот. Ну, получается, придется... Он слабоватый, походу, наверное. Ну, зато в любой снег грязь. Да, да. Я снегу на нем, он не едет, я рулон беру два на рога. И любой снег, приезжай, любой, это роет. Ступицы он любил у них обламывать. Вот это я под заказ делал на танковом заводе, мне делали ступицы. Вот эти у меня. Ну, как будто... Кому интересны технические темы, спрашивайте, задавайте вопросы, комментируйте. Я поснимаю, покажу. Что я не знаю сам, я съездил, значит, к моему соседу, более молодому, более опытному механизатору. Подпишитесь на канал, поставьте лайк или дизлайк. До свидания. Продолжение следует...